Сегодня такой вот семинарчик небольшой, посвященный проблеме, кто такой веб-дизайнер, чем он занимается, зачем он нужно и как его вооружить вообще. Вообще, сколько денег будет получать этот закадр, немножечко остается. Меня зовут Павлов Юрий Евгеньевич, я здесь преподаю направление веб-дизайн, юзабилити, HTML, CSS, графические программы различные. И здесь, в принципе, тут возник вопрос, чем занимается веб-дизайнер вообще. Вот, и у нас там шесть человек на вебинаре сидит. Вы, наверное, всем интересно, чем же он занимается, этот веб-дизайнер. Вот, но есть такой вот стандарт, он был утвержден в 2015 году. Сейчас я вам покажу вот эту штуку. Видите, на портале образовательных стандартов высшего образования утвержден профессиональный стандарт, специалист по дизайну графических и польских интерфейсов. В принципе, вы можете найти легко, в принципе, по таким плечевым словам и дату утверждения, видите, 2015 год. Вот, конец 2015 года. Вот, вот сам стандарт идет. Вот, и в этом стандарте вы можете, он довольно достаточно длинный, если вот так вот промотать далеко надолго, видите, какой здоровый. Вот, то здесь, в принципе, конечно, вы знаете, что у нас стандарт это одно, а реальная жизнь это другой зачастую. Зачастую, но попытка формализовать – дело хорошее. Вот, и тут, к сожалению, повернуть пищевой стрелок. Вот, могу. И вот смотрите, какие наборы задач стоят перед веб-дизайнером. Ну, видите, здесь дизайнер приложений графических, да, там, в принципе, был графический поиск интерфейсов. Ну, в общем-то, это веб-дизайнер, потому что, что считать вообще интерфейсом? Интерфейсом считается все, с чем взаимодействует пользователь. Левляется ли экран элементом интерфейса? Конечно, пользователь с ним взаимодействует. Вот, и интерфейсная графика. Вот, видите, графический дизайн поранее определен визуальному стилю. Вот, графический дизайн интерфейса, создание визуального стиля интерфейса, создание стилевых руководств к интерфейсу. Так что здесь, видите, идет слово дизайн и слово графический. Потом, проектирование поисковых интерфейсов по готовому образцу. То есть, в принципе, у вас есть какой-то образец, вам надо сделать, в общем-то, аналогичный. Типа, вам дается такая картинка, нарисуйте такую же. Вам дается портрет Монолизы, вы нарисуйте такую же. Пробовали? Вам дается рублевый купер, нарисуйте такую же. Нет, это не надо. Здесь же, вы видите, еще изобилие исследования идет. А что такое изобилие? Как бы вы слышали такое слово волшебное? Кулинар, вы слышали? Молча, никто не слышал слово изобилие. Это нормально, но вообще вы слышали это слово, я так думаю, нет? Не слышали вообще? Слово изобилие. В поисковой оптимизации там что-то не написано. Вот, то есть в поисковой оптимизации написано, как бы, вот эти моменты. Это хорошо. Но изобилие это пригодность использования той или иной программы, приложений и так далее. Там длинные, в общем-то, определения идет. Вот, и здесь, видите, изобилие исследования. То есть нужно исследовать вот это вот приложение какие-то там, задачи пользователей и так далее. Вот, то есть целая куча всего. Проектирование сложных интерфейсов. Это, видите, проектирование, документирование, экспертный анализ. Это уже аналитика, тестирование и так далее. Сложные интерфейсы, это сложные программные системы. Вы знаете, понятие сложное, это дело такое, в общем-то, имеется в виду, что не просто там три кнопочки и как бы окей, да, в общем-то, а имеется в виду вот что-то типа вот такого, например. Например, когда у пользователя может быть некоторые сложности в работе, да, ему надо, так сказать, вникать сюда. И, в принципе, нужно, так сказать, интерфейс сделать так, чтобы он работал с ним, ну, достаточно гладко. А вы вопрос такой, сами читаете какие-то руководства перед тем, как начать работать? Вы поставили приложение, вначале там что-то такое идет, какое-то там описание. Вы проматываете или читаете? Нет, я не имею в виду, вы ставите там какую-то программу, например, вы запускаете, да, вначале. А, вот как. На самом деле там бывает, или на мобильном телефоне бывает, и вот вы можете промотать все это дело и потом изучать. Нет, дело в другом. Мы с вами говорим про интерфейс, как он организован. И там может быть как раз то, что вы будете читать и изучать, как это будет. Но пользователи обычно не читают, не изучают, они сразу начинают работать с этой штуковиной. Ну, и задача, чтобы вот оно работало понятно для пользователя. Вот, и здесь. А вот такой вопрос. Сложная программная система, система реального времени, то есть там, где нужна реакция. Сложная система, это весьма условные понятия, поэтому здесь как бы понятие простой и сложной системы, у них такого нет четкого разделения. И что такое сложная система, то, которую нельзя бы сделать быстро и так на скорую руку, чтобы она нормально работала. С ней нужно возиться, мне нужно вникать и так далее. Что это реально времени будет или нет, это вопрос другой уже. Интернет это вообще не система реального времени, поэтому тут, так сказать, вы в реальном времени ничего не можете делать, поэтому здесь нет системы таких реального времени. Либо это безумно дорого будет стоить. Вот, так. И мы с вами говорим сейчас про характеристики, как бы, то, чем он должен владеть. Вот, как здесь хорошо крутить-то можно. Вот тоже, видите, интерфейс, простой интерфейс, или здесь тоже, видите, такие кнопочки, да, покрутите, и все. Вроде бы простое, да, в принципе. Я смотрю, это сейчас в этом самом хроме, и вот хром так и все смотрит. Но является ли хром простой системой, как вам кажется? Браузер хром. Да, то есть смотря как пользоваться. То есть если запустить и просто пользоваться, это просто, да. Но на самом деле явно эта система непростая, да, достаточно сложная, да, браузеры сами по себе. И их стараются делать, чтобы они для пользователей были максимально простые, как вы думаете? Почему? Они только отображают веб-страницы, что они... Нет, почему? Их стараются делать... Браузеры больше пользователей? Конечно. Потому что браузеры – это окно в интернет, да. И чем это окно будет проще для пользователей, тем больше пользователей будут его использовать. Логично? Поэтому, как сказать, вот из-за этого. Вот. И так вы его можете найти. В общем-то здесь видите художники по росписи, художники-оформители, еще там какие-то есть направления. Вот. Какие, что нужно ему там, еще нашему графическому дизайнеру. Отдельные элементы целиком, создание раскадровок анимации, рисование пиктограмм. В общем, очень-очень много всего ему нужно знать. Вот. Но вот этот вот перечень идет, вот достаточно длинный. Вы можете сами там посмотреть. Веб-мультимизийные приложения. Необходимые знания здесь идет. Вот. И в нашем случае, мы когда говорим про веб-дизайнера, чем вооружить современного веб-дизайнера, возникает вопрос, а как ему вообще с этим, с этими задачами справляться? Что у нас здесь тогда на помощь приходит ему? Ну, такой вопрос. А нужно ли дизайнеру уметь рисовать? Как вам кажется? От руки. От руки хорошо рисовать. Должен ли дизайнер быть художником? Так, вебинар, вы как считаете? Мы не будем сейчас голосование мутить на эту тему. Кто за то, что дизайнер должен быть художником? Нажмите плюсик. Кто нет, кто минус. Ну, давайте так. Вопрос должен. Это не подразумевает, что он может как бы хорошо рисовать. То есть, если он хорошо рисует, это хуже от этого никак не будет. Если он не умеет рисовать, то у дизайнера, в принципе, задача приставить материал для пользователя. И у меня такой вопрос. А чем, собственно говоря, художник отличается от дизайнера, по большому счету? Как вы думаете? Ну, художник, он, например, с натуры патриотист, который пишет уже готовые образы, а дизайнер, он выдумывает идеи. Так, давайте по-другому. Какая аудитория у художника целевая? У клиента художника, если мы работаем за это. Давайте так. Клиент художника. Определенный клиент. Он для него пишет картину. А другой вариант, кто является, так сказать, клиентом художника? Он сам. То есть он пишет картину, как многие художники, то, что ему в голове и так далее. Ему по барабану там это, кто там будет покупать, кто не будет покупать, потом купят, не купят, да, в принципе, он, так сказать, выражает себя в этом. Знаете, он пишет картину, потому что не может не писать. Музыкант сочиняет музыку, не может не сочинять. Певец поет, не может не петь, как бы, да. Это призвание, иначе он просто загнется. А здесь получается, что художник-то, в общем-то, пишет картину вот для такой целевой аудитории. Можно ли сказать такую про работу дизайнера, как вам кажется? Является ли потребителем услуги сам дизайнер? Дизайнер, он несколько заказов произведений создает. Для кого он создает? Для заказчика. Для заказчика одного человека. Все зависит от работы. Давайте так, веб-дизайнер создает свою работу для одного человека какого-то. Кто будет пользоваться его работой? Хороший вопрос, да? Кто пользуется веб-сайтами? Один человек какой-то? Нет. Дизайнер – это такая, знаете, прикладная задача. Он создает для всех, по большому счету. Точнее, для целевой аудитории. И поэтому задача дизайнера, чтобы создать для целевой аудитории, понять свою целевую аудиторию еще. И поэтому, в принципе, знаете, какая самая страшная здесь проблема? Взаимопонимание. То есть дизайнеру нужно понять, что от него нужно делать. На курсе по веб-дизайну очень часто слушатели делают то, что не нужно, не делают то, что нужно. И, в принципе, хорошо, если потом у нас, в общем-то, разруливается, и человек понимает, что нужно слушать, что нужно сделать, и не нужно делать то, что ему хочется. Потому что это разные вещи. Вот. И, в принципе, работа дизайнера связана с тем, что он должен, так сказать, представить работу, чтобы за нее заплатили, чтобы заказчик был доволен, и чтобы после тоже были довольны. А может быть так, что заказчику нужно одно, а после он нужно другое. Заказчик идет, так сказать, в стороне от пользователя. Заказчик говорит, сделай мне. Не очень нравится красный текст на зеленом фоне. Это очень круто, очень здорово. И дизайнер делает красный текст на зеленом фоне. Задача. Заказчик в восторге. Будет так, нравится это. Пользователи все воют, потому что это нельзя так делать. Что делать тогда в этом случае? Как вы посмотрели? Для пользователя заказчика. Вот. Кого выбрать? Заказчик платит, пользователь будет с этим работать. Заказчик с этим, может, и не будет работать даже. Профессиональный дизайнер. Правильно. Но что делает профессиональный дизайнер тогда? Начинает заказчик. У него остается только вариант убедить заказчика, либо вообще этого не делать. Потому что потом это на нем будет большой жирный минус. Если, так сказать, свой портфолио потом показывает. Если он шел, так сказать, по того, как его вел заказчик, то потом это может плохо завершиться. И заказчик не очень адекватный. Значит, нужно тогда с этим заказчиком что-то делать. Да, в принципе. Дальше зависит от ситуации, конечно. Сможете ли вы это, так сказать, сделать так, чтобы заказчик вас послушал. Это уже какие-то навыки нужны. Может, нужен еще какой-то человек, который будет договариваться с этим заказчиком. Но мы с вами говорим про вот такие взаимоотношения сейчас. Но дизайнер-то нужно показать что-то такое. На чем, в принципе, ему сейчас удобнее работать. С фотошопом кто-нибудь имел дело как? Слышали про фотошоп? Нет? Нет толстого фотошопа? Нет. Я только поиграж и поиграж. Прекрасно. Но это не одно и то же, конечно. Но по поводу фотошопа. В принципе, вы многие, наверное, в вебинаре слышите эту программу. Она замечательно хорошая. Но для обработки картинки она замечательная. Если вам нужно, например, на нем создать какой-то интерфейс, тот же самый веб-страницу, конечно, программа требует очень высокого профессионализма для полноценной работы. Но, в принципе, ни одним фотошопом, так сказать, ценим современный мир. И есть другие программы, которые, в общем-то, прекрасно справляются с этими задачами. Но, как вам кажется, вот, например, задача веб-дизайнера сделать красивый интерфейс. Будут ли в этом интерфейсе картинки какие-то? Нужно ли их обрабатывать, эти картинки? Нужно ли их сделать сочнее? Скорее всего, да. Но ни одна из программ, конечно, не позволяет вам такой степени обработки, как фотошоп. Фотошоп позволяет вам все, в общем-то, делать. Но это достаточно тяжело. И возникает вопрос, что тогда использовать? Ну, в принципе, как вариант, можно разделить, например, сам интерфейс делать, например, в любой программе, которая хорошо с этим справляется, а картинки отправить в фотошопе, которая с этим справляется лучше всех. В принципе, это очень неплохой вариант, потому что сам фотошоп достаточно тяжелая программа. И здесь как раз приходит вот такой вот тип программы, например, скетч. Эта программа достаточно, ну, одна из самых последних программ, которые, в общем-то, для веба хорошо очень используются. Единственное, у нее проблема, она не проблема, точнее, она только для Macintosh предназначена. Для Windows ее нету, она чисто для Macintosh программа. Ну, веб-дизайнеры вовсю используют скетч для работы, в общем-то, там можно посмотреть историю скетча. Там это одна из самых таких интересных программ, вот на них можно разные красоты рисовать. У нас появился курс по этому скетчу, вот, поэтому, в принципе, он под Mac, правда, идет, шесть занятий там. Вот, поэтому, если охота изучить одну из самых любимых многими дизайнерами программ, то ради бога, вот. Там все очень красиво, все очень хорошо, и программа позволяет создавать очень, видите, красивые картинки, очень эффектные вещи. Вот, и то, что за скетч выводились другие люди, и, в принципе, интегрировали его в общую среду. То есть, можно из скетча потом материалы передавать в другие приложения, так, чтобы дальше разработчик уже имел дело с меньшим количеством этапов переходных. Вот такая замечательная программа, программа англоязычная. Вот, все основные программы здесь англоязычные. Вот, что еще хорошего здесь? Это то, что для веб-дизайнера нужно. Вот, видите, она интегрируется, она со многими программами, я здесь не стал полностью это расписывать, интеграцию, это достаточно долго. Фигма. Вот, вебинар. Слышали про фигму? Ну, здесь не слышал никто, да? Правильно понимаю? Вот. Сейчас я вам покажу. Вот тоже, посмотрите, я сейчас хочу перейти, а я не смогу показать, показать, как видно. Здесь уязабельный переход на другое клавиатурное сокращение для переключения русского языка. Это целая такая эпопия, как раньше было просто, как сейчас стало весело. Вот, и вы видите здесь такие вот симпатичные обросочки. идут самые разные. Вот, и здесь можно на этой фигме тоже рисовать очень много всего. Вот, и, например, я открываю, там, со слушателем на курсе веб-дизайнер, в основном используем фигму для работы. Вот, вы видите, как вот такое построение макета идет. Симпатично. По-моему, на амазонку никто не хочет. Почему фотографии? Здесь целиком сайт лейдинг такой вот идет, длинная страница. Вот. Здесь и работа со шрифтами, видите, с компоновкой, да, в общем-то, со всем. Вот, разные, видите, варианты, так что вот как бы вот такая вот штуковина идет. Вот, это на фигме делается. И здесь вот эти вот вещи, видите, можно, так, наверное, заблокировано. Такие симпатичные варианты. Салоны красоты слушатели развлекались. 3, 4, 8, рук. Это делают. Вы знаете, вот такие сайты с элементом юмора, видите, да, такой тонкий степ. Это очень-таки всегда у пользователя находят живой отклик. Но вот задача веб-дизайнера еще дать определенную эмоциональность для сайта, чтобы пользователь, когда с ним работает, он не чувствовал чувство угнетения, ему было приятно, хорошо и комфортно работать. Вот, так что задача, видите, веб-дизайнера, сказать, должен ли он хорошо рисовать. Ну, почему нет, если он такие-то элементы может там отрисовать ради прикола, какие-то симпатичные картиночки и так далее. Это вот работает фигма. В принципе, я могу на фигме создавать различные элементы. У нее есть там прямоугольники и так далее. Она позволяет интерактивность сделать. Самый большой плюс фигмы – это то, что она пока абсолютно бесплатная для основных задач. Она есть и для Mac, она есть и для Windows, и она есть веб-вариант, который я сейчас показываю. Поэтому мы сейчас пока ее все используем. И, кстати, многие ее тоже предпочли, потому что скетчу, потому что программ очень много все может. Поэтому на курсе веб-дизайнер все это делаем. Adobe XD. Это программа, которая появилась достаточно давно, ее развитие весьма странное. И Adobe ее как-то очень сильно рывками развивала, и как-то от нее всегда ожидалось большего, чем она могла. Но, в общем, народ потихонечку к ней привыкал, мусился, но, в общем-то, ел кактусы. Сейчас она, в общем-то, уже вышла на достаточно серьезный период. Но поскольку это Adobe программа, то она интегрируется с другими программами Adobe. И она очень сильно развивается сейчас. Вот последняя версия XD, она даже поддерживает голосовые интерфейсы. То есть вы можете голосом давать команды. И она будет вот так переключать экраны, переходить. Голосовое взаимодействие они сделали. И на ней тоже можно очень симпатичные вещи делать. Но, правда, она, опять-таки, англоязычная. Она есть для Windows и для Mac. Вот. Программа очень удобная в работе. Вот, у тебя голову чешется, это самое лето. Вот, ведь кофе прямо голову чешет. Ну-ка, говорим. Спрашивается, а где фигменты? Ну, в общем-то, Adobe, видно, что взялась за эту программу всерьез. И она, в общем-то, будем надеяться, ее не забудет. Как иногда бывает, что эта программа была, развивалась, развивалась. Потом они бросили ее, и все, в общем, а что делать дальше. Ну, кстати, по поводу Adobe XD, у нее тоже один приятный плюс есть. По сравнению с тем же скетчем. Это то, что она сейчас бесплатная. Она в рамках подписки Adobe работает. То есть вы можете завести Adobe, этот самый, к ID, свой идентификатор Adobe, и, в принципе, в рамках него можете бесплатно использовать вот эту XD, сколько хотите. Раньше она была в общем комплекте, а сейчас она выделена в отдельный продукт, который можно бесплатно использовать. Так что вот такая вот штука. Но программа достаточно приятная в работе. И у нее было много недостатков по сравнению с тем же скетчем. И один недостаток был то, что совершенно не поддерживались плагины для нее. То есть не было возможности расширять ее. Сейчас по нем написано столько всех дополнений, что это просто тихий ужас. Там огромное количество. И, в общем, мы сделали они ее очень даже симпатичными. Вот такая программка. У нас вот этот вот курс Adobe XD тоже, в общем-то, есть. Так что вот. Marvel. Вебинар, кто не слышал о Marvel? Или кто-нибудь его использует в работе? По-моему, там никто ничего не использует. Это все и по всему. Вы знаете, эта программа, я ее застал, точнее, услышал о ней достаточно давно. Знаете, в каком контексте? Контекст очень интересный, если ее использование было. Представляете, это такая идея. А вам нужно показать, как будет работать прототип. Вот это прототип, какой-то, ну, прототип, знаете, вот такого типа. Например, вот такой вот. Например, у вас идет здесь картинка вот такая вот. Это экранчик, это картинка. Здесь у вас кнопки идут. Потом вы нажимаете на эту кнопку, переходите на следующий экранчик. Там будет вот картинка какая-то еще. Вот картинка. Рядышком пошли кнопки какие-то, например. Вот. Ну и кнопочка назад, например, что-нибудь в этом роде. Вот. То есть вы вот так вот рисуете вот такие экранчики. Но, что интересно, вы рисуете их от руки на бумаге. Вот. Потом вы их загружаете в Dropbox, вот эти вот картинки. И потом вы загружаете в этот Marvel, в котором вы наводите вот эти связи. Там вы загрузили картинки. Поверх картинки вы рисуете прямоугольнички, которые должны, так сказать, со связью им быть. Связываете их с соответствующими экранами, вот с этими, то, что вы насканировали. Потом нажимаете кнопочку превью. И на телефоне своем смотрите, как эта штука будет работать. То есть вы, набросав вот так портотип, дальше делаете его кликабетом, проверяете его работу на самом телефоне. Как идея? Непонятная? А? Непонятная. Венар, вам понятная идея? Никому не понятно. А меня кто не слышит? Алло, алло. Слышит никто. Они, наверное, включились. Вот. Но вот эта вот идея, в принципе, аналогов особых не было на то время, это же несколько лет назад было. А потом эта идея начала развиваться, потому что проблемы какие. Ведь надо вдруг бок загрузить, а чего с нее нельзя сфотографировать, прям, чтобы с нее можно было. А потом возник вопрос, а чего на ней не нарисовать бы сам вот этот прототип, чтобы его можно было использовать. И они развили программу сейчас настолько, что они даже позволяют изобилить тестирование, делать вот эти прототипы потом. И, в принципе, Марвел сейчас выглядит очень грандиозно, и поэтому... Сейчас вот отсюда вернусь сюда, надо сюда вернуться. Все должен вернуться вот сюда, Back to Files, потом вот сюда нажать, и здесь только я смогу выйти. Вот, выхожу, марвел. В регистрации там абсолютно бесплатная. Сейчас, конечно, корольчик хочет помнить, правильно? Сохранить точечный номер. Вот. И я могу здесь создать вот такой project новый. Вот, видите, здесь можно выбрать, например, веб-сайт, я делаю, create project. Ага. Так. Вот. И здесь есть, видите, кнопочка Edimages, то есть я могу добавить... Опаньки, вам послышали недавно это слово? И скетч, я могу сюда грузить различные файлы. Вот. Но могу нажать кнопочку Design. И вы видите, здесь такой вот тоже набор идет. Вот. Здесь есть набор элементов. Вот такой. То есть я могу вот такие элементы сюда помещать. Вот. Могу там прямоугольнички рисовать, если нужно. Могу их с правой стороны закрашивать. Знаете, что интересно? Интерфейс в этих программ очень сильно похож друг на друга. Возможности разные немножечко, но по сути, в общем-то, идеи похожи. Вот там, видите, вот такие вот элементы идут. Можно вот такого типа таблички помещать. Календарики различные. Так, сделаем. Сайт, правда? Да. То есть вы вот так вот создаете. Вот. Вы потом, когда вот эту штуку сделали, вы можете загрузить это дело потом в картинке. Клоус. А дальше можно... Сейчас видите вот этот сайт. И я могу дальше вот здесь вот прототайп нажать. И дальше я могу вот какую-то область вот так вот выделить и сказать, что должно произойти. Экшен, например. Что за экшен должен произойти. Вот. У меня как бы сейчас один экран только, поэтому сейчас особо там ничего не произойдет. Вот. А так, в принципе, здесь большой вариант выбора. И опять это все можно проигрывать. Там, наверное, вверху есть кнопочка play. Все это можно просматривать, в общем-то, в работе. Как это будет выглядеть. Вот видите, вот в таком виде все это идет. Вот. То есть я могу сам дизайн сформировать здесь. Его здесь протестировать на этом Марвеле. Вот. И выгружать затем уже в виде картинок, в виде экранов различных и так далее. Вот. Это у нас Marvel. Другая программка. InVision. InVision такие возможности, в общем-то, не особо не обладает. Но он загружает кучу всего и позволяет добавить интерактив. InVision, в принципе, стал актуален, когда появился скетч, потому что скетч не позволял интерактивные элементы делать. Он достаточно долго не позволял. Можно было загружить InVision экраны и там промоделировать взаимодействие. Сейчас InVision очень сильно развился и интегрируется много куда. Вот. И поэтому, в принципе, тоже одно из приложений. Ну, вот эти вот программы, вот эти вот, что я сейчас показываю, Marvel, Figma, InVision, мы рассматриваем на курсе современной технологии веб-дизайна. Вот. У нас есть такой курс. Слово современной технологии веб-дизайна. Интересно. Найдет он в таком духе. Так. Хорошо. Сюда добавить слово специалист. Веб-дизайна. Курсы веб-дизайна. Так. Есть тут у нас. Эх. Тут, к сожалению, не всегда одно. Здесь есть. Слово современной технологии веб-дизайне. Вот вы видите, также здесь у нас еще курсы. Помимо того, что я вам говорил, это все программы, которые предназначены для создания графического интерфейса, для веб-сайтов и так далее. Вот. Здесь же есть вот эти Adobe XD. Есть вот этот вот Sketch. Вот. То есть здесь много всего есть. Вот. Но есть еще, видите, лендинг. Это создание длинных страниц таких лендингов, которые, в принципе, продающие страницы, так называемые. Вот. Есть курс по словам дизайна. Там вас научат рисовать, если что. А есть еще такое направление. Adobe NIMA. Вот. Вопрос вебинару. С какой программой Adobe NIMA ассоциируется? С кого он произошел? Кто знает? Напишите. Или кто есть в курсе? Пока вебинар пишет, я могу вам раздать две книжечки. Вы их можете почитать и себе оставить. Mobile Usability. Это по поводу изобилийти для приложений мобильных. Я вебинару подарок. Вебинару подарок не шло. К сожалению, я не могу никак вручить. Но вот вебинар не в курсе, что этот Adobe NIMA пришел от Flash. Может быть, кто знает Flash технологии и так далее. Нет, Светлана. Это именно от Adobe NIMA пришел от Flash. И Flash технологии, может быть, вы слышали, которые сейчас не монтые, уже не популярны. Но в свое время Flash это был, в общем-то, такой прорыв. Но раз Flash не слышали, то и не знаете, что это от фирмы Macromedium пошел очень-очень давно. И представляете себе, когда все странички статические, такие неинтересные. На Flash это все вау-эффект. Это очень круто. Все крутится там. Все выпадает. Это все анимировано. Такое. Со звуками и прочее. Это просто был вау-эффект. Сейчас этим никого не удивишь, в общем-то. А тогда это было очень-очень круто. Но потом Flash, ну, скажем, у него есть ряд проблем. И потом все отказались. Там много дыр оказалось у него. Через него взломы делались и так далее. В общем, как-то не полюбили. Не полюбил народ этот Flash. И к тому же не полюбили его создатели мобильных платформ. И ни на iOS, ни на Android. В общем-то, он не работает. И Adobe Animate это, так сказать, переделанный вот этот Flash, который уже прекрасно может работать на современных технологиях. HTML, CSS, JavaScript и так далее. Но он позволяет анимированные вещи делать. Видите, баннеры, интерактивная анимация. Мультики различные, интерактивные вещи. Это на нем можно как раз делать. Современные приложения с интерактивными вещами очень хорошо работают. Вот. Так что вот такой вот набор. Единственное, что, может быть, кто слышал, Adobe News. Такая программка была Adobe создана. Она сейчас тоже жива. Как вам такая идея? Нарисовать веб-сайт и загрузить его в виде сайта. То есть, в принципе, дальше он работает как сайт. Вы его поддержите и все. Вы HTML не знаете. Вы не знаете CSS. Вы не знаете JavaScript. Вы ничего не знаете. Ваша задача просто нарисовать сайт. Хорошая идея. Вот как прямулечки рисовал. Тексты туда и так далее. Вот этим занимался Adobe News. Занимался долго, упорно. Вот. Очень красиво все. Но потом Adobe отказался от его поддержки и дальнейшего развития. Вот. Нет. Поддержка там еще есть некоторая. Но развитие уже не предусмотрено. Вот. И Adobe News. Надо смотреть вот так вот. По-другому. Adobe News. Adobe. Посмотрим, вроде интересов. А у них там был сайт дня. Такая штуковина. Adobe News. Эта штука тоже нам есть сделана. Ну, как бы... Все, наверное, хорошо. Но как-то все это... Так. Сайт ОВД. Посмотрим. Сайт дня. Какой-нибудь делается на нем или нет. Ну, вообще, видите, 23 марта. То есть, было около месяца назад. Обычно не каждый день там народ обновлял. Вот. А так как-то... Посмотрим, там что-то такое красивое. Идет. То есть, этот сайт, он был нарисован. Вот этот сайт. Он не программировался никак. Все было средством Ньюса сделано. Чисто рисовально. Симпатичная. Вот такая штука. Adobe News. Ну... Возможно. Но дело в том, что это... Вот эта штука называется адаптивный дизайн. Видите, все нормально, да? Все видно, все хорошо. То есть, на телефоне все будет нормально смотреться. Так он хорошо здесь работает, да? Вот. Симпатичный вебинар. Как вам понравился такой вариант. Вот. Но проблема здесь вот в чем. Дизайнер делает этот сайт. Прекрасно совершенно. Сколько времени нужно на него? Вы знаете, здесь момент какой. Если вот точно такой же создавать, то времени очень много. Это уйдет, там, может быть, пара часов где-то вот так для создания. Если вы с нуля делаете, извините, вот сайт, посвященный свадьбе и так далее, вы там будете долго думать, как сделать лучше, да? Пространство решения, оно огромное. Как сделать так, чтобы вам самому понравилось, да? Но у вас все в руках. Вы все вот так делаете. А вам ничего ходировать не надо. Потом нажимаете кнопку «Опубликовать», и сайт публикуется уже на веб-стро-виде реальной веб-странице. Все. Можно начинать любоваться на него и так далее. Тут вопрос другой. А как, что с ним дальше делать? Как его поддерживать-то? Получается, вы сами создали, вы опубликовали, вы поддерживаете. То есть для себя это хорошо. А если вы делаете кому-то под заказ, то это получается уже не очень хорошо. То есть как-то, как ему-то поддерживать дальше? Он будет вас теперь дергать каждый раз. И движка здесь никакого нету для управления. И, в общем-то, получается, все опять на вас сваливается. Вот такая вот идея. А так сама по себе реализация симпатичная. Там свой ряд проблем есть у него. Но, в общем, вот такая штука. Это Adobe News. Я его не включил вот сюда в общий набор, который я вам показываю. Но тут, потому что мы как-то к нему тоже... Ну, раз никому особо не нужно, то и бог с ним. На моем практике был один слушатель по Adobe News. Он ужасно остался недоволен тем, что мы с ним рассматривали. Потому что то, что ему было нужно, News не умел. То, что ему было нужно, легко было сделать с помощью HTML-CSS, который в News интегрируется, ну, тоже немножечко коряво. Либо надо было дополнительные плагины платные к этому News покупать. То есть то, что он хотел, мы бы с ним сделали на HTML-CSS достаточно быстро, без всякого мюса. Но сам News это делать не мог. Вот такие моменты. Понимаете, это готовое решение, и он не все может. Так что это, знаете, как пешеход может везде пройти, автомобиль может не везде проехать. То же самое с этим News. Он такой мощный автомобиль, но он не везде проедет. И, соответственно, задачи поезды он не все может решить. Ну и, наверное, у Adobe возникли вопросы, как бы, что делать, если вот такая ситуация возникла. Они не могут News сделать для всего. А раз не могут, то, так сказать, что там с ним дальше ожидать. Ну, они его оставили в таком виде. То есть сайт, посвященный News, уже сам News, в общем, не развивается. Вот. Там еще проблема у News есть очень серьезная. Это в том, что если вы схватили какой-то глюк, а глюков там хватает достаточно много, то с ним что делать, остается вообще непонятно. То есть побороть его, ну, невозможно. То, что это глюк в самой программе. Что тогда сделаешь? Вот. Так что, вот такой вот набор. Я вернусь к нашему набору еще. Один из моих любимых курсов. Изабилити сайтов. Тут вопрос такой. Нужно ли... Что такое вообще изабилити? Вы знаете, здесь возникает вопрос, нужно ли... Скорее так. Вот смотрите. Вы видите, например, те же самые гмейлы и так далее. Неужели это все рисуется, в общем-то, вот и сразу запускается? Нет. Сначала это проектируется, какие-то такие эскизы идут, потом это все проверяется, потом это все отрисовывается. Вот на уровне эскизов, где проверка идет, это как раз в уровне изабилити. И там проверяется эргономика. Там сценарий после рассматривается и так далее. Мы сейчас группу изабилити дружно пытаемся сделать предложение, которое... Какой-нибудь грибы собирает, не собирает из присутствующих. Вот. Который позволяет грибникам ходить в лес и не заблудиться. Вот. Вопрос, конечно, нужно оно или нет, но почему бы и нет, собственно говоря. Ведь эта штука хорошая, ходить в лес дружно и не заблудиться. Мы рассматриваем там, какой функционал нужен, какие сценарии у этих грибников будут. И, глядишь, у нас это все вылится, так сказать, некоторые, так сказать, готовые приложения. В каком-то виде. Посмотрим. Может, что-то получится там. Идея немножечко надуманная, но, в общем, почему бы нет. Вот. Поэтому, в принципе, вот, отвечая на вопрос, что... Чем вооружить современного веб-дизайнера, вы видите, это набор инструментов. Кстати говоря, являются ли эти инструменты сложными для освоения? Вы знаете, вот эти вот скетч, там, фигмы и так далее. Есть программы гораздо проще фотошопа для освоения. У нас, поэтому по ним, вот, столько-то занятий, больше по ним и не нужно занять. Вот. А фотошоп, да, он требует хорошего освоения. Программа, она такая, достаточно основательная. То же самое и иллюстратор. Тоже, я здесь не упоминаю программу. Она очень хорошая, векторная графика и прочее. Но она тяжела в освоении. Но эти задачи, вот, решаются вот этими скетчами и прочими программами очень даже хорошо. Вот. Поэтому, если вы владеете, то это большой вам плюс. Но, если, например, посмотреть вакансии. Самый интересный момент. Вакансия. Веб-дизайнер. Так. Ну, вот, допустим, HH.RU. Прямо вот так вот. Хоба. Вакансия. Веб-дизайнер. Вот. Так. Создание макетов лендингов. И новых сайтов. Доработка существующих. Разработка шаблонов для e-mail рассылок. Шаблон для e-mail рассылок. Это отдельные вопросы грустные. Знание в области UI, UX. User Interface и User Experience. Опыт пользователя. Ну, вот. Но, видите, здесь как бы нет никаких программ. Вот. Потом. Художественное развитие компьютерных игр. Вот. Web Interface. Ительно-педантично. Но, вы знаете, как игровая сфера, очень часто, они как раз требуют знания вот этих самых... Так, а здесь у нас... Они требуют знания программ. Так. Здесь, видите, ничего такого нету. Ну, посмотрите, вот здесь знание программ. Web Design. Обратите внимание, уверенный поиск. Adobe Photoshop. InVision. Adobe Illustrator. Всем все видно? Вот. Зарплата какая там. Ой, может пойти. Под 80 тысяч рублей. На руки. Ох, на руки прям. 80 тысяч рублей. Вы готовы? 80 тысяч рублей на руки. Мало-то. Мало-то. 80 тысяч. На руки. Какой важный момент здесь не написано? 80 тысяч за какой срок? Может, это за год? Требуем от работы. 1-3 года. Полный занятость. Гибкий график. Портфолио. Вот. Портфолио. Ну, на курсе Web Design мы там обсуждаем вопросы, где портфолио можно размещать, как это лучше организовать. Но то, что вы видите, как они работают, это говорит о том, что макет они рисуют все вот в Photoshop и в Illustrator. Потом они выгружают InVision, где делают интерактив уже. Вот по такому механизму будут работать. Интерактив вот в щелканье. То есть Photoshop позволяет нарисовать картинку. Иллюстратор тоже. Но проверить, вы нажимаете, переходите, вот эта кликабельность вот этих элементов, они не позволяют. Но я могу загрузить все это дело в InVision, назначить области вот эти и проверить, как это работает. Вот это работает. Взаимодействие. Web Design еще. Российские железные дороги. Слышали такое? Вот. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Как вы видите, вот эти старые мостовые программы еще до сих пор ценные. Пожалуйста, Photoshop, Illustrator, Figma. Вот. Так что... По Figma, вы знаете, мы на Web Design используем. Потому что Figma себя настолько здорово показала, что на Figma, например, вот с группами мы часто делаем совместный дизайн. То есть группа делает совместный дизайн. Представляете, это вообще же круто. А? Web Design курс. Web Design. На Web Design. То есть макет дорабатывается дружно всеми. Это вообще же просто нереальный режим работы для бесплатной программы. Вот. Это мега круто. И там такие интересные варианты получаются. Ну, я вам на Figma показывал результаты. Там народ, в общем, был бы здоров, как поедет. Вот. Ну, мне немножечко уже надоело. Вот здесь InDesign, кстати, как ни странно, нужен. After Effects. Но это очень мощная программа для визуального, для этого, композинга уже. Вот. Скетч. Это, наверное, проявился. Вот. CorelDRAW регулярно здесь вот всплывает, в общем-то. Вот. Из программ. Вот. Так что вот такие моменты. То есть, в принципе, по большому счету, веб-дизайнеру нужно знать пакеты графические. Пакеты вот эти современные, зачастую современные технологии работы. А дальше остается внедряться в общую схему работы. И уже на ходу там понимать, разбираться, что еще нужно. Есть вот вариант, когда дизайнер работает в коде как бы. То есть, он дизайнер в коде. Это отдельный такой момент. Там есть готовые уже наборы, и в них уже все составляется. Но это немножечко другой момент. И, в общем, своеобразный. Требует уже вникания довольно глубокого. Вот. Ну, почему нет с другой стороны. Вот. Но когда вы задумаетесь на тему, с чего все это дело начинать, в общем-то, у нас, вы знаете, если честно, для этих всех курсов, вебовских, основным является знание HTML, CSS. По одной простой причине. Все это будет потом работать в виде веб-страницы. И дизайнер должен знать, как эта штука работает. И поэтому, в принципе, знание кода здесь, ну, в общем, обязательно. Вот. И поэтому, если у вас есть такие мысли, первое, с чего тогда вы делаете, вы идете на HTML, CSS, если у вас нет этих знаний. Первого уровня будет вполне достаточно. Лучше два, но первого вполне достаточно. И только потом вы уже можете идти в сторону веба. А иначе у вас ничего там хорошего не получится, в общем-то. Там везде вы видели знание, знание Boostrap, а это знание HTML, CSS, Boostrap на нем базируется. Вот такой вот момент. Поэтому, в принципе, отвечая на вопрос, чем вооружить современного веб-дизайнера, здесь нужно ответить современными веб-технологиями. А еще веб-дизайнеру нужно вооружить тем, что он не должен застаиваться, а должен быть в постоянном тренде, то есть отслеживать все, как делается. Вот. Такой ответ на этот вопрос. Так. Ну, у нас время потихонечку подходит к концу. Вот. Вебинар, есть ли у вас вопросы? Лендинг-пейч, посадочная страница, это что такое? Ну, вот вы заходите на страничку какую-то, и вы... Ну, то же самое, например... Я сейчас из Марвела выйду. Вот я сюда захожу, и вы видите, идет вот такая страничка, да, вот я сюда перехожу, в общем-то, и она представлена вот такой длинном варианте, и там регулярно идет, например, там, ну, там, заказать услугу, там, или еще что-то в этом роде. То есть такая длинная страница, которая вам рассказывает о чем-то, и регулярно напоминает, что вы могли бы что-то там сделать, заказать, купить, или еще что-то такое. Чаще всего речь идет об одностраничных лендингах, то есть идет длинная страница, куда вы просматриваете, и там все, вы там получаете, что нужно. Многие считают, что лучше сделать несколько, по отточнению так, по каждому продукту отдельную страницу, чем делать сайт для всех продуктов. Это гораздо лучше распрощивается. Вот лендинг-пейдж. Но вы можете посмотреть требования курса, там, что к чему там нужно. А вот эти вот скетчи, они генерируют какой-то HTML-код, который там вот этот... Нет, задача скетча – это дать визуал, а дальше есть варианты, как интегрировать с генерацией HTML-кодов. Варианты? Да. Есть там плагины различные, есть решения различные, есть приложения различные. Возможно, редактировать все это возможно, есть возможность все это отредактировать вручную. В смысле, редактировать что вручную? Код. Получить, конечно, эмельки получили, то дальше вы можете редактировать. Конечно, да. Можно. Если есть теги, значит их можно редактировать. А это зависит от того, что было сгенерировано. Все здесь о сложности дальше. Готовое решение, в любом случае генерят код, но если там сложное что-то нарисовано, большое, красивое, там много всего будет сгенерировано. Разобраться можно во всем. А дальше зависит от вашего профессионализма уже. Они, в основном, вот эти редактированные встречи сокращают время, да? Да. Они, злоу разу, сокращают время, они позволяют оптимизировать сам процесс. За счет того, что они требуют очень глубоких знаний, которые фотошоп требует. И просто там есть свои решения дизайнерские, которые позволяют дизайн-систему строить очень удобно. Так что там они хорошо интегрированы в общие процессы. Они так очень удачно в горы вылезли, и за них схватились остальные. И, в принципе, можно взаимодействовать дальше с другими. За него схватились все. Вот Светлана спрашивает Акшура. Акшура, это, в принципе, знаете, там такая ситуация. Акшура я здесь не показываю, в общем-то, это на курсе юзабилити мы проходим. Акшура, у него задача – это моделирование польских сценариев. То есть, это на ранних этапах. То есть, когда вам понятно, что делать, Акшура, в общем-то, не особо нужна. А если вы хотите проверить гипотезу какую-то, как организовать взаимодействие, как эти окошки всплывают. То есть, например, я иду в этот Gmail, я хочу, например, вот сюда, например, идет интерфейс. Я нажимаю «изменить» вот это вот. Вот сюда. Вот это выбираю все. Я могу на Акшуре все промоделировать, как это будет работать, прощупать вообще, как это все выглядит. То есть, это все там делается очень легко, вот эти моменты. Но дизайном Акшура занимается в меньшей степени, в общем-то. И она позволяет дизайн сделать, но, конечно, не дотягивает до многих программ. Поэтому в этом отношении Акшура для дизайнера не слишком удобна. Вот. И поэтому Акшура, получается, она осталась там, где нужно сложный процесс проектировать, а вот эти скетчи и прочие, они прекрасно себя чувствуют там, где нужен дизайн. Вот. Так что Акшура, популярность ее, она более элитарной программой, с каждой разу становится, потому что процессы уже многие налажены, и очень много всего уже изобретено. Акшура позволяет, ну, велосипед изобретать не нужно, а Акшура как раз позволяет вот эти велосипеды изобретать, новые решения. Вот. Так что, или проверять старые, тоже она для этого прекрасна. Marvel нет. Акшура, Marvel на Акшуру совсем не похожи. Marvel, он больше дизайнерская часть, Акшура очень сложное взаимодействие у конек. Ни одна программа больше такого не позволяет. Она позволяет моделировать все что угодно. Так. Ну, тогда мы завершаем сейчас. Хорошо? Если вопросов нет, то вебинар.